Я читаю вторую книгу царств, главу четвертую. И услышал Иевосфей, сын Саулов, что умер Авенир в Хевроне, и опустились руки его, и весь Израиль смутился. У Иевосфея, сына Саулова, два было предварителя войска, имя одного Баана, а имя другого Рихав, сыновья Риммона Беярофянина, из потомков Вениаминовых, ибо и Беяров причислялся к Вениамину. И убежали Беярофяне в Гефаим, и остались там пришельцами до сего дня. У Иоаннафана, сына Саулова, был сын Хромой. Пять лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Израиля, и нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался Хромым. Имя его — Мемфивосфей. И пошли сыны Риммона Беярофянина, Рихав и Баана. И пришли в самый жар дня к дому Иосфея, а он спал на постели в полдень. Рихав и Баана, брать его, вошли внутрь дома, как бы для того, чтобы взять пшеницы, и поразили его в живот, и убежали. Когда они вошли в дом, Иосфей лежал на постели своей, в спальной комнате своей, и они поразили его, и умертвили его, и отрубили голову его. И взяли голову его с собою, и шли пустынной дорогой всю ночь. И принесли голову Иосфея к Давиду в Хеврон, и сказали царю, «Вот голова Иосфея, сына Саула, врага твоего, который искал души твоей. Ныне Господь отмстил за господина моего царя, Саулу и потомству его». И отвечал Давид Рихаву и Баане, брату его, сыновьям, Римонна, Беярофянина, и сказал им, «Жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби!» Если тот, кто принес мне известие, сказав, «Вот умер Саул, и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил его в Секелаге, вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме, на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?» И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне. А голову Иевосфея взяли и погребли во гробе Авенира в Хевроне.